Девушки отдыхают Собрала или сбрасывала? Просто не услышала. Все она услышала. Она просто перед подружками стесняется. Замолкни. Я не понял. Кого стесняешься? Меня? Да нет, не тебя, а своего телефона. Она его никому не показывает. Да, папа, да. Ты бы видел, какие телефоны у моих одноклассниц. Прям выставка электроники какая-то. Вика, позволю себе перефразировать великого классика. Не телефон красит человека, а человек-телефон. Папа, позволю себе перефразировать себя же? Мне очень нужен новый телефон. А ты знаешь, мне кажется, у тебя и так новый телефон. А ничего, что мой новый? Это мамин старый. Да им гвоздь забивать можно. Это не аргумент. И вообще, Вика, ты же знаешь. Встречают по одежке, а провожают... Провожают? Так поэтому меня никто не провожает. Я с этим телефоном, как неизвестно кто. Ты должна понимать, что в нашем бюджете есть более важные статьи расходов. Папа! Вика! Папа! Телефон это не предмет первой необходимости. Папа! Что, солнышко? Если у Вики такой телефон, и она неизвестно кто, то кто тогда я? Если у меня вообще телефона нет. Так ты... Кушай. Кто-то в клубах висит, разбивая сердца И в коктейльных огнях вечера прожигая Кто ныряет в кредит, чтобы жить во дворцах Словно ветер по белому свету летая Или строит мосты, снимает кино Изменяя пространство веку скоряя Кто может в космос лететь, только мне все равно Я гораздо сложнее задачи решаю А я крутой, папанька Папанька, я крутой Никто не может больше, никто не может больше Сравниться со мной Я мог бы стать звездою Вершины покорять Но все-таки труднее Гораздо ведь труднее Крутым папанькой стать Сделать в школе ремонт Пробежать вместе кросс Научить попадать между глаз Хулиганам сделать даже сестру Для меня не вопрос Нужно только всего лишь Согласием, мам На борьбу и футбол На стрельбу и хоккей Прокатиться вдвоем на подножке трамвай А мой сынишка со мной Гораздо взрослее Только я почему-то с ним в детство впадаю А я крутой, папанька Папанька, я крутой Никто не может больше, никто не может больше Сравниться со мной Я мог бы стать звездою Вершины покорять Но все-таки труднее Гораздо ведь труднее Крутым папанькой стать А я крутой, папанька Никита, как думаешь, мне в туалет лучше сейчас сходить или потом? Нет, уже дотерплю А если пробки, наверное, лучше сейчас Хотя, что тут ехать? Если не сильно долго... Ира, а мне эту сумку лучше в салон или в багажник поставить? Как думаешь? Никита, ты что, сам не можешь решить? Наверное, лучше сейчас схожу Да О, Егорка, привет! Здорово, Иришка, привет, Пузик Здорово, Никитоз Привет Помочь? Спасибо, сам управлюсь Как ты сам? Ничего себе, взрослеешь, Никитоз? Привет, звезда Привет Че это он? Не знаю Ну, вообще-то вот такая вот штука происходит со мной в последнее время уже не первый раз Может, тебя путают с кем-то? Может, похож на кого-то? Может быть Ну, мне вообще говорили, что я на Брюса Виллиса похож Похож? Ну, такое А ты куда собрался? Еду в логово дракона Точнее, двух драконов Че? Ира заставила меня ехать к ее родителям в деревню О, ну тогда Прощай, дорогой друг Судя по сумкам, ты переезжаешь на ПМЖ? Это на пару дней И это только косметика, да? Это вот похож Здравствуйте 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 Опять? Блин, может, реально похож? Может, на этого? На Джейсона Стэтхэма? Че, он тоже лысый? Ну да, он тоже лысый До сих пор не понимаю, зачем мы туда едем Выслушивать подколы твоего папы, какой я криворукий Мы просто едем отдыхать Родители соскучились А ничего, что какой-то человек, дай бог ему здоровья Придумал интернет Там унижения выслушивать гораздо приятнее Звук можно выключить Так а ну успокойся Отдохнем на природе Пожарим шашлычки И не думай наговаривать на моего папу Он так шутит На самом деле, он к тебе прекрасно относится Ну, нормально относится Никита! Никита, зараза такая! А ну марш в будку! Я кому сказал марш в будку! Здравствуй, доченька Папочка! Здравствуй, любимая Здрасте Здоровый ты, муж моей дочери Отец моего внука Вообще-то у меня имя есть Имя еще заслужить надо Ну что, проходи, будь как дома И ты проходи, и будь начеку Идемте! Без подколов, говоришь? Он собаку моим именем переназвал Отдыхай, Никита Никита! Иду, иду Макс, быстрей Евгений Михайлович А да Здравствуйте Здравствуйте Можно тебя Вас на минуточку Да, говорите, конечно Я по поводу моей внучки Тамары Береди Девочка очень хотела выступить В вашем спектакле Но ей не досталось роли Я понимаю Она очень хорошая девочка Но понимаете Я все понимаю Все Я тут подумал Может быть, ей нужно Несколько дополнительных Хорошо оплачиваемых уроков Чтобы повысить свое актерское мастерство Деньги тут абсолютно ни при чем Поймите Это моя любимая внучка Я сам далек от театра Но она очень хорошая девочка И очень хочет быть актрисой Хорошо, хорошо Я дам ей какую-нибудь роль В спектакле Но уберите деньги Это тут абсолютно неуместно Ну, спасибо, дорогой Я буду очень благодарен До свидания Всего доброго Странный ты, папа Я, конечно, не горю желанием Чтобы Вике покупали новый телефон Но ты, Вике, говоришь Что у тебя нет денег А когда тебе предлагают деньги Ты их не берешь Понятное дело У тебя их никогда не будет Больно мне больно Не унять эту злую боль Больно, как больно Умирает любовь Жесть, брат Ладно, ладно, все Слушай, да ты, походу, у нас звезда теперь, а Да, Слава свалилась, откуда не ждали Да перестань Чего ты паришься Ты посмотри, сколько у тебя просмотров за неделю Больше миллионов Да это... Это просто круто То есть Миллион просмотров моих трусов Это круто, да? Ты тоже считаешь, что это круто? А я еще думаю Почему это мне люди улыбаются на улицах? А это они не мне улыбаются Это они моему огурцу Нет, брат, ты не прав Тут все сработало на общий успех И сценический костюм И вокальные данные Держи Это вам Спасибо, но я не заказывал Не волнуйтесь Это за счет заведения Не каждый день у нас в гостях Звезды интернета отдыхают Вообще-то я у вас почти каждый день Но в качестве звезды впервые Буду почаще заходить А ты говоришь Вот она Популярность действий Слушай, а может и самому себя в трусах снять Чтобы мне здесь бесплатно пиво наливали Здравствуйте Простите, ради бога Но это же вы Тот самый с огурцом Ну я Класс Извините, еще раз что отвлекаю А у меня к вам одна просьба Если вас не затруднит, конечно Я танцевать в трусах не буду Нет, я не об этом Я хотел автограф для девушки Она будет очень счастлива Автограф для девушки? Ага Удивил А что, я у вас первый беру автограф? Нет, конечно, нет Меня постоянно берут Просто Удивил, что вообще у тебя девушка есть Как я его приколол Так, можно? Давай, попробуй найти Время для Твоей девушки В моем плотном графике Сейчас Сейчас Колпачок сними Ну, как зовут девушку? Да, вы главный автограф Дайте, я уже сам поздравление придумаю Главный автограф Так, ну Подожди, глянь мне роспись А! Все, ну так, по-моему Спасибо Привет, девушки Спасибо До свидания Всего доброго Счастливо Ну ладно Не удаляй пока видео Удалишь, когда скажу Да я когда тобой беременна была До последнего дня Помидоры на огороде поливала Ага Особенно, когда воды отходили Ой, а тогда еще машина сломалась Так мы до роддума На тракторе ехали Да, Вася? И ничего Вон какая выросла Здоровая Ну, конечно У вас тут природа Свежий воздух Причем здесь природа? Это все гены Ну, что мы здоровые Мы всю жизнь работаем Двигаемся А какой может быть иммунитет У ребенка Если папаша За всю свою жизнь Ничего тяжелее Карандаша В руках своих не держал Ладно, Вася Че ладно? Почему не держал? Держал Что, степлер? Хоть раз бы Лопату взял И огород вскопал Так ты пока до огорода дойдешь Вспотеешь А копать начнешь У тебя пупок развяжется Да ладно, Вася Значит так Я нормальный здоровый мужик Я и в офисе могу И на огороде, если надо Я еще вам фору дам Да? Не верьте? Могу доказать А давай Вот смотри Мне как раз картошку надо выкопать Давай так Поделим огород поровну Кто первый свою половину выкопает Легко На что спорим? Кто проиграет Тот эту самую картошку По весне Сам сажать будет Никита Вот лучше сейчас откажись Спорим? Замазали Разбивай, доченька Все, мать На следующую весну Можешь ничего Не планировать В Турцию махнем Пока Зятек на хозяйстве будет Это мы еще посмотрим Ходи Молодец Наши орехами Кожырные Тебе вафли Бита Стоять Что? Руки вверх Быстро Мне виноватый начальник Это подстава Какой еще начальник Яна, ты больше не смотришь По ночам телевизор Что вылупились? Руки вверх Я сказала Поднимаем руки Быстро Руки вверх Почему это? Вот Вау Браво И папе не рассказывай Окей Договорились Половина моя И ценит исчерпан Ого Половина Не многовато ли тебе? Ничего личного Просто бизнес Отдай Это грабеж Слушай, ты еще по-братски Ты что, мне не родная? Слушай, за языком Слезли теперь моё Моё Отдай Что здесь происходит? Ничего Это Макс кошелек нашел Мы теперь богатые Что? А ну дай сюда Нашел кошелек И мне ничего не сказал? Не ожидал я от тебя Такого, Максимилиан Да Я тоже Стоп Что слышал? Кошелек нужно вернуть Законному Владельцу Наверняка кто-то Нуждается в этих деньгах Ну да Конечно Как всегда Кто-то Но не мы Пойду позвоню Человеку Обрадую Наверняка уже весь Извелся Ну что, доволен? Жмот Ты что, из-за тебя жаден Сам такое, понятно? coconut Сюда 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 До Сюда ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 О, доброе утро, Василий Иванович! Доброе, зятёк! Ну что, возьмёшь в руки лопату или сразу по весне на посадку приедешь? На какую посадку? Не понимаю вашего сарказма, Василий Иванович. А, вы же не в курсе. Спорта наш уже окончен. Тебе чё, зятёк? С утра солнце голову напекло, так панамку бы одел. Наш спор ещё не начинался. Не понимаю, о чём вы. Лично я свою часть картошки уже выкопал. Ого! Когда это ты успел, а? А я, знаете ли, раненько, по холодочку встал. Рано просыпаюсь, привычка такая. И пока вы после вчерашнего валялись, я не спеша, потихонечку в охотку свою часть картошки и выкопал. А картошку куда дел? А там, за домом лежит. Сохнет от скуки. Ждёт вашу половину урожая. Ну что сказать, молодец, зятёк. Поработал ты на славу. Я даже не знаю, что сказать. Да это и не важно. Главное, что скажет Михалыч. А при чём тут какой-то, Михалыч? Это сосед мой. О, вот он, кстати, бежит. Вот паразит. Скоты такие. Здрасте. Здрасте. Ноги бим, повырывать. А потом другим концом обратно всунуть. Что случилось, Михалыч? А ты что, сам не видишь? Уроды какие-то ночью всю картошку выкопали. Нехристы, ироды проклятые. Вот же ж паразит. А чего ты думаешь, что их несколько было? А может, это один какой-то ирод. Встал и с утра в охотку, по холодочку, всё и выкопал. Да его бы за это. А у вас что, ничего не пропало? У нас ничего. Смотри, ничего. Ни одного куста. Может, пожалели, а может, устали и решили на сегодня оставить. Да, зятёк? А, да, наверное, не знаю. По-любому, это кто-то из наших, из мест. Ничего, я узнаю, кто убью гада. Не, зарой в землю, как картошку. Но я могу поспрашивать. Слушай, может, давай вознаграждение за его голову объявим? Я сам выслежу. Ну, как знаешь. Вот хорошо, что мы сегодня с зятьком решили свою картошку выкопать. А то вдруг у нас украдут. Да и в четыре руки оно как-то веселее. Да, зятёк? А, да. От жуков уберёг, а вот уродов не смог. Вот уродик. Ну, что ж ты с людьми делаешь, зятёк? И снова здравствуйте. Ну, наконец-то. Ты где ходишь? А то я уже начал беспокоиться за твоё здоровье. А зачем беспокоиться? Всё в порядке у меня со здоровьем. Это пока. А если бы я ещё полчаса подождал, было бы хуже. Короче, давай, ловай, я помчал. Извините, но я решил не давать вам никаких денег. Хрена ли? У тебя что, коты в роду? Лишняя жизнь не есть? Я не хотел прибегать к подобному формату решения данной проблемы, но вы исключили все возможные варианты. Что? Здорово, землячок. Тут братва поговаривает, что у нас тут проблемка нарисовалась. Да так, по мелочам. Тут мне один-другий человек торчит, а отдавать морозится. Поэтому привёл с собой клоуна, чтобы вопросик порешать. Слышь, а ты всегда такой дерзкий или только перед смертью? А ты всегда так на стрелку одеваешься? Или выскочил, чем дома спишь? Слышишь ты, мебель, ты вообще в курсе, с кем ты базаришь? Ты знаешь, кто я? Знаю. Да тебя, походу, вообще все знают. Больно мне больно, не унять эту злую боль. Свечи Геморнет уймут любую боль. Короче, чувачок, если не хочешь стать клиентом собственной же рекламы, стресни отсюда. Женька, извини, у меня надо срочно уйти. Гор, ты меня не оставишь наедине с ним. Извини, не сейчас. Извини. Теперь ты за свою хитрую мудрость пять штук сверху. И чтобы завтра с утра все бабки были. Я утром не могу. У меня репетиция песенки белочек и танец апельсинчиков. Ничего. Я приду на репетицию. Адресок черкани. Там нельзя. Адрес? Судовая 15, Дом культуры. Все, я понял. Варенички будешь? Только не говори, что... С картошечкой. Твои любимые. И тут картошка. Она мне снится, скоро будет. Спят люди с чистой совестью. А ты поднялся и вон из-за стола. Да ладно вам. Еще не хватало, чтобы воры за моим столом ели. Ась, прекрати. Что такое? Пап, что случилось? Он знает, что случилось. Мы с Сидоренки никогда ворами не были. Но вам, Павленко, по-моему, на это наплевать. Ты выкопал чужую картошку, ты возвращай. Шуруй, Робин Гуд. Так, арбузики и ежевичка. Сейчас будем репетировать ваш танец. А, да. Наночка, иди сюда. Что, Евгений Михайлович? Ты будешь вишенкой. Нет, не люблю вишенку. Ну, хорошо. Клубничкой. Нет, не хочу клубнику. Ну, ладно. Какая тебе ягодка нравится больше всего? Помидор люблю кушать. Хорошо. Будешь помидоркой. Помидоркой. Эй, сынок. Точно и морой. Это ужасно. Вот будешь себя плохо слушаться, скажу, пускай тебя заберет дядя Геморрой. О, Егор. Хорошо же я вас встретил. Завтра света весь день не будет. Запаситесь, пожалуйста, свечами. Не говорите, что я не сказал. Да пошел ты со своими свечами. Иначе я тебе эту лейку, знаешь, куда засуну. Походу, знаешь. Ядрен в фургон. Что же за люди такие? Ты для них стараешься, переживаешь. Они тебе лейку хотят засунуть. Знаю, куда. И главное, кто? Человек из рекламы геморроя. Мама, ну, мне нужны эти деньги. Зачем? Да, зачем? Ну, там, это, ну, ситуация, ну, там... А вы еще говорите, что я непонятно разговариваю. Папа, в следующий раз ты со мной тоже пойдешь к логопеду. Ну, и что за срочность? А почему это я вообще обязан перед тобой отчитываться за собственные деньги? Которые просто хранятся у тебя. Потому они у меня и хранятся. Что ты ими распоряжаться не умеешь. Единственное, что я могу тебе сказать, это то, что я попал в беду. Я знаю, Женечка, и уже давно. И у тебя от нее трое детей. Мама. Все, хватит. Денег я тебе не дам, даже если бы они у меня были. Что значит, если бы они были? Ну, они у меня в ДК. В кабинете, в сейфе. Потом в сундуке, потом в зайце, потом в будке и в птице. Это значит нет? Да. Нет. Нет. Ладно. Что? Давай. Бери. Только запомни, так делать нельзя. Просто папе это было очень-очень необходимо. Поняла? Хорошо. Пап, можно я у тебя уточкам жуточку денежек вытащу? Незаметно. Они мне тоже очень-очень необходимы, чтобы купить живастиков. Нет, нельзя. Просто с папой можно обо всем договориться. Я тебе сам куплю. Обещаешь? Обещаю. Спасибо. Обещаю. Выкопай, собери. Отвези. А нам не надо было спорить с этим Чапаем. Это к примеру. Сally. А нам надо было спорить с этим. О, что у вас нет? А нам надо было спорить с этим. И я их не знаю. Или я их не буду. Или я их не знаю. И я их не знаю. Это к примеру. Чего-то ты рано управился. А чего там управляться? Всего десять мешков. Подожди, каких таких мешков? Где ты их взял? У вас, в гараже. Послушай, Никита, ты что, совсем с приветом? Или ты придуриваешься? Они же все подписаны. Там на каждом мешке моя фамилия. Ты что, хочешь, чтобы Михалыч нашел свою картошку в моих мешках? Он же нас двоих заставит эту картошку закопать и кустики сверху поставить. Ой, господи, идем. Куда? Как куда? За картошкой. Опять за картошкой. Может, хватит? Это какой-то картофельный ад. Бегом давай, за мной, пошли. Ну и что ты теперь скажешь, советчик? Это круто. Ты звезда. У тебя миллионы просмотров, да? А что ты хочешь сказать? Что ты не звезда, и у тебя не миллионы просмотров? Я хочу сказать, что это совсем не круто. Я из-за тебя теперь в полной популярности. Что теперь делать-то? Я узнавал. Чисто юридически, они вообще-то не имели права делать этот ролик без твоего согласия. Так мне что теперь им? Руки подрывать, что ли? Можно и так. Но вообще-то, ты можешь потребовать компенсацию за использование твоего лица в рекламе. Выходит, нужно найти их офис и устроить им настоящий дюймурой. Ха-ха-ха-ха. Может, так и оставим? Может, тебя туда засунем? Я его знаю намного дольше, чем земля. И потом он мне денег должен. И он, в отличие от тебя, всегда отдаёт. Так что, если... Ну, понял, понял. Давайте откапаем. Давай. Кажись, живой. Бежим, Никита. Бежим! Ах, подрюки! Стой, стрелять буду! Стоять! Ай, как буря! В конце концов, я это делаю не для себя, а ради детей. Мама, а я как раз тебя и искал. Я, конечно, ценный работник, но не настолько, чтобы искать меня в сейфе. Мама, ты всё неправильно поняла. Я всё правильно поняла ещё вчера. Поэтому сказала, что деньги на работе, чтобы тебе их не давать. А ты решил обокрасть родную мать? Да, Евгений? Не ожидала я от тебя такого. Вернуть своё, а это значит обокрасть? Можешь называть это как угодно. А теперь уходи. Я не хочу тебя видеть. Ты сегодня к нам не придёшь? Не слышать! Здравствуй, дорогой! Георгий, Георгиевич, как вы меня напугали. Здравствуйте. А разве я такой страшный? Нет, просто я подумал, что вы это другой. Спасибо тебе, хочу сказать, что дал моей внучке шанс. Не стоит благодарности. Стоит, Евгений Михайлович, ещё как стоит. Я её такой счастливой никогда не видел. А если она счастлива, я счастливый в тысячу раз больше. Ну, здорово. Рад был счастливить вашу... Ну что ты, Д'Артаньян недоделанный, решил от меня ускакать. Где бабки? Мама не дала. Мама... Вернее, у меня нету, но я обещаю, я достану. Ты, лошара, ты берега попутал? Это я тебя сейчас доставать буду. Ты слышишь меня? Ты сейчас на меня свою квартиру перепишешь. Уважаемый, зачем обижаешь такого хорошего человека? Можно тебя на минуту? Слушай, дед, давай отвали, или у тебя здоровье лишнее. Давай. Здоровье лишним никогда не бывает. И беречь его надо с молодого. А деньги я могу решить ваш с Евгением Михайловичем финансовый вопрос. Нет. Да? Ну, давайте отойдем. А ты стой здесь, чтобы я тебя не искал. Пойдем, пойдем. Не надо. На. я прошу меня, пожалуйста, извинить, Евгений Михайлович. Я был неправ. Мне очень жаль. Это я, лошара позорный. Ты бы... Простите. Вы бы хоть сказали, что вы с такими уважаемыми, авторитетными людьми знакомы. Я бы... Я пойду. Я пойду. Что у тебя, деньги? О, боже мой. Простите, меня, пожалуйста, совсем забыл. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, возьмите. Вот все. Тут даже больше. Удачи, счастья вам, а главное здоровья. Берегите здоровье. Я тебе в третий раз повторяю, ты не имеешь права использовать мое табло... лицо для рекламы этих препаратов для задницы. Ну-ка, давай, удаляй. Удаляй, я тебе сказала. Я вам третий раз говорю, что все законно. Вот договор. Какой еще договор? Это ваша подпись? Моя? Это ваша подпись. Я ничего такого не подписывал. Это что за хрень? Вы просили новый макет? Блин, что, не видно, что здесь занято? Стоямба. Где-то я тебя видел. Да вы просто автограф дайте, и все. А я поздравление уже с вам приду. Это ж ты у меня автограф брал. Ах ты ж гад. Страусы! Приятного аппетита, конечно. Спасибо мне. Но это копия договора. Не, вы кушайте, кушайте. Так, тут огурчики и грибочки, а там в литровых банках смородина и клубника. Кушай, обязательно тебе полезно. И картошка для любимого зятя. Ну что, Никита Сергеевич, поедете с почестями, как генеральный секретарь. Ты, кстати, кукурузу ему не забыла положить? Ну, папа! Да ты не расстраивайся так. Заживет твой зап. Ау! И потом картошка с солью, это же самое то. Кстати, жду тебя весной, зятек. Зачем это? Как зачем? Картошку обратно в землю закапывать. Сажать ее будешь. Никита! Никита, гадость такая! А ну иди сюда! Я тебя на цепь посажу! Никита! Куда пошел? Я, девчонка, помидорка! Положи меня в видорко, Чтобы дедушка мой мог Накрутить нос и мусор! Капуль, спасибо тебе большое. Я такой телефон и хотела, правда. А, это не меня благодарить надо. А кого? Ну, скажи спасибо волшебной силе искусства. А, ну, спасибо волшебная сила искусства. Молодой человек! Здравствуйте! Меня зовут Егор Игоревич Казаченко. Я в курсе. Если что, то все контракты уже съедены и добавки не будет. смешно мы с вами не с того начали я предлагаю начать сначала сегодня я был просто таки поражен вашим профессионалом и тем более ваше начальство вас отзывается очень хорошо да спасибо я знаю если что обращайтесь я вот собственно и обращаюсь кстати я же не представил своего бизнес-партнера знакомьтесь александр здравствуйте здравствуйте а у меня к вам вопрос как раз по вашей части скажите а где лучше разместить изображение на флайере чтобы реклама заработала так сказать со стопроцентной отдачей по центру или может левее просто нужно уже дать команду что печатали а то потом переделывать сто тысяч флайеров это очень дорого подождите это же мое лицо нет вы не имеете права я подам на вас в суд вы должны были спросить моего согласия да действительно должны были спросить а почему не спросили ты не помнишь ну конечно помню просто этот клуб принадлежит кому так что боюсь ваше дело до суда не дойдет а если даже и дойдет то за эти полгода год я не знаю сколько там тебе придется быть лицом этого клуба и вряд ли вы когда-нибудь еще возьмете автограф для девушки хорошо я сделаю все что вы скажете конечно сделаешь прямо сейчас слушая а чей реально был клуб ну хочешь можешь построить и будет твоим кстати реклама у тебя уже есть нет я не по этим делам кстати а ты так реально играл вот эти все штуки что я даже засомневался играешь ли ты так егор сейчас будет драка я даже представляю этот махач жуткий а я крутой папанька папанька я крутой никто не может больше никто не может больше сравниться со мной а я крутой папанька